Если весной в разгар пандемии волонтёры массово помогали тем, кто сидел на карантине, то сегодня акценты сместились в сторону контроля. Задача молодёжи – обеспечить масочный режим, который некоторые мытищенцы игнорируют. Теперь ребятам ежедневно приходится дежурить на железнодорожных станциях и остановках. Ненавязчивая рекомендация по поводу того, чтобы надеть маску для того, чтобы обеспечить безопасность не только свою, но и безопасность окружающих. Относится по-разному. Кто-то следует рекомендациям, кто-то эти рекомендации игнорирует. Ведётся учёт по параметрам – надета ли маска, снята ли маска и устранено ли нарушение. Работа волонтёров – важная подмога в деле врачей, которые ведут борьбу за жизни. Очень важно, чтобы к ней подключились и сами граждане, элементарно надевая маски, акцентировали на заседании партийного волонтёрского штаба. Койки, матрасы, подушки мы найдём. Мы не найдём врачей, которые нас с вами, наших близких, друзей и знакомых будут лечить. Вот это самое тяжёлое. И поэтому губернатор обратился к вам, глава обратился к вам. И мы на самом деле очень благодарны за ту работу, которую вы проводите. Дело ответственное и волонтёрам должным образом необходима поддержка, с учётом тех сложностей, с какими сталкивается молодёжь. В Москве, например, был паспорт волонтёра, и можно было в метро, либо где-то проехать по этому паспорту в общественном транспорте бесплатно. Может быть, это как-то везти в область. Первостепенно и обязательно обеспечение волонтёров средствами индивидуальной защиты, отметили участники встречи. А рекомендациям о ношении масок в общественных местах нужно придать больше размах, задействовать социальные сети и включать голосовые объявления на железнодорожных станциях, чтобы пассажиры ни на секунду не забывали об ответственности. «Пользуясь случаем, тоже прошу всех вас, если вы находитесь в общественном транспорте, обязательно одевайте маску. Во-первых, вы защитите своё здоровье. Но если вы, не дай бог, заболели, вы не заразите окружающих. Поддержите себя и своих близких. И давайте также поддержим наших волонтёров и будем иметь с собой маску». Сознательность не только защитит здоровье, но и спасёт от штрафа. Так, в Подмосковье за последнюю неделю штрафов выписано на 45% меньше, чем за первую неделю октября, благодаря совместным усилиям контролирующих служб и волонтёров. Андрей Латынцев, Константин Химичев, Первом и Тищенский.